Уважаемые коллеги, добрый день. Добрый день. Добрый день. Мы сегодня даём старт промышленной эксплуатации Восточно-Мясояхского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Это самое северное крупное месторождение России на суше, расположенное на суше. И это, конечно, результат большой, если не сказать огромной работы целых коллективов людей. Работа началась ещё десятилетия назад, когда были проведены геологические изыскания. Разведанные нефтяносные участки находятся в зоне суровых климатических условий. Чтобы добыть нефть в Мясояхе и начать её отгрузку, потребовалась работа, усилия, тысяч специалистов. Сложнейшие технологии и масштабные инвестиции в проекте принимают участие наши ведущие энергетические компании – Роснефть и Газпром. Отмечу, что хозяйственное освоение арктических территорий, запуск новых крупных месторождений стало возможным благодаря и крупным инфраструктурным проектам. Напомню, что 22 апреля 2010 года было подписано распоряжение правительства Российской Федерации о проектировании начала строительства трубопровода заполярья Пурпе. По этой магистрали и в дальнейшем по нефтепроводу Восточная и Сибирь-Тихий океан нефть пойдёт на внутренний рынок и на мировые рынки, послужит развитию отечественных предприятий, внесёт вклад в повышение устойчивости мирового энергетического рынка. Добавлю, что за восточно-месояхским месторождением последует, на всяком случае так мы планируем, последует освоение западно-месояхского месторождения. Так что впереди большая, очень интересная и нужная стране работа. Я вас хочу поздравить с сегодняшним этапом и желаю вам дальнейших успехов и всего самого наилучшего, всего самого доброго. Уважаемый Владимир Владимирович, Месоевское месторождение расположено на полуострове Гадан в Арктической зоне, в 350 километрах севернее города Новый Уренгой. В освоение месторождения инвестировано 85 миллиардов рублей. За время эксплуатации месторождения до 2040 года в бюджеты всех уровней будут перечислены налоги в сумме 1 триллион рублей. Предлагаю посмотреть короткий фильм о месторождении. Богатая, но суровая земля. Четыре года тяжелой работы. И каждый день новые испытания. Самое северное материковое месторождение России. Это наша история. Еще в прошлом веке на севере Ямала за полярным кругом были открыты два гигантских нефтегазовых месторождения, которые получили название Мессояхские. Общие запасы Мессояхской группы не могут не впечатлять. 473 миллиона тонн нефти и 188 миллиардов кубометров газа. Но начать добычу здесь оказалось настолько сложно, что к разработке смогли приступить только через почти три десятилетия. Освоение началось с восточно-месояхского месторождения, которое разрабатывает Мессояха нефтегаз, совместное предприятие «Газпромнефти» и «Роснефти». Первая нефть была получена в 2012 году. За короткий срок созданы объекты инфраструктуры и началось бурение. В пиковые моменты большой стройки на промысле работало до 7,5 тысяч человек, а управлять проектом приходится в условиях полной автономии. Ближайший поселок от восточно-месояхского месторождения находится в 150 километрах. И шесть месяцев в году добраться на Мессояху можно только вертолетом. Сезон перед запуском на месторождение перевезли 215 тысяч тонн грузов. В этот момент в сутки по зимнику проходило 630 единиц техники. На площади 70 квадратных километров, который занимает месторождение, в короткие сроки были построены промысловые дороги и центральный пункт сбора нефти. Возведена газотурбинная электростанция мощностью 84 мегаватта. В 100 километрах от промысла построен приемо-сдаточный пункт, откуда нефть будет поступать в проложенный транснефтью магистральный нефтепровод Заполярье-Пурпе. Геологи еще на этапе подготовки к разработке месторождения выявили особенную структуру пластов восточной Мессояхи. Они неоднородны, осложнены разломами и замещениями коллектора. Это потребовало особого подхода к бурению. По своим характеристикам, нефть в Мессояхи высоковязкая и смолистая. В центре внимания при освоении месторождения всегда оставались вопросы охраны природы и экологии. Так, при строительстве трубопровода были созданы специальные переходы для животных. Его маршрут не затрагивает пастбища и священные для коренных жителей места. Пересечения трассы с реками выполнены в подземном варианте, чтобы сохранить их русло. Четыре года. Тысячи людей в тяжелых условиях Крайнего Севера приближали день, когда на Мессояхе начнется промышленная добыча нефти. И вот этот день наступил. Теперь каждый, кто был в большой команде строителей и нефтяников, может с гордостью сказать – мы сделали это. Владимир Владимирович, у нас на связи руководитель компании «Роснефть» Сечин Игорь Иванович и руководитель компании «Газпромнефть» Дюков Александр Валерьевич. Игорь Иванович, пожалуйста, вам слово. Еще раз добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Первая коммерческая нефть Восточного Мессояковского месторождения поступит сегодня в систему магистральных нефтепроводов России. Большая честь для коллективов наших компаний «Роснефть» и «Газпромнефть» ввести месторождение в промышленную эксплуатацию под вашим руководством сегодня. Перед нами стояла непростая задача. Основные запасы проекта находятся в сложных геологических структурах, каждый из которых имеет свои особенные свойства. В связи с этим были применены самые передовые технологии при моделировании и бурении. Построена 51 скважина, в том числе высокотехнологичные горизонтально наклонные скважины с боковыми ответвлениями, которые по технологии «Фишбон», которые позволили на 40% увеличить дебет скважин. Построены также объекты подготовки нефти и транспорта нефти в условиях отсутствия промышленной и транспортной инфраструктуры. Наша компания, в частности, обеспечивает доступ к передовым технологиям, освоенным для реализации таких крупных арктических проектов, как «Ланкурское месторождение». Уважаемый Владимир Владимирович, хотел доложить вам о том, что завершается формирование «Ланкурского кластера» в целом. И уже через месяц мы надеемся доложить вам о вводе сузунского месторождения, которое находится в 150 километрах от Мессояхи, на этой же широте. И уже в этом году сузун даст 1 миллион 200 тысяч тонн нефти с выходом на полки на ежегодную добычу 4,5 миллиона тонн. Следующим шагом станет Тугульское месторождение в Восточной Сибири. С высокой конкуренцией на мировых рынках углеводородов, поддержание добычи и ввод новых месторождений для российской нефтяной промышленности становится крайне важным. И наша отрасль нуждается в налоговом стимулировании для того, чтобы мы были конкурентоспособными на мировых рынках. Только, как уже сказал Алексей Борисович Миллеров, только в это месторождение вложено 250 миллиардов рублей. Уважаемый Владимир Владимирович, нам кажется, что прорабатываемые боты должны содержать универсальные подходы, основанные на свойствах коллектора, на химических и физических свойствах нефти, на обводненности месторождений и обеспеченности проектов инфраструктуры. Уважаемый Владимир Владимирович, успехи в реализации масштабных проектов, безусловно, связаны с вашей поддержкой и вниманием, которое вы уделяете нашим компаниям и нашим проектам. Позвольте мне благодарность от имени коллективов «Роснефти» и «Газпромнефти» вам за внимание, участие и помощь. Я хотел бы поздравить также наших партнеров, компанию «Газпромнефти» Александра Владимировича Юлкова, и с вашего разрешения передать ему слово. Спасибо за внимание. Александр Владимирович, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, восточно-месоярское месторождение готово к воду в промышленную эксплуатацию. Месоярская нефть поступает на центральный пункт сбора нефти с уже построенной добывающей скважины. Хочу отметить, что все построенные скважины горизонтальные, и в этом еще одна уникальность данного месторождения. При этом часть скважин имеет множественные отводы, что делает им похожими по своей форме на рыбью кость. Применение вот этих высоких технологий, строительство высокотехнологичных скважин, это не только погоня за новациями, на самом деле в этом есть самая непосредственная необходимость, поскольку с очень сложным, с геологической точки зрения. Месоярская является не только самым северным материковым месторождением, но оно является также, с точки зрения геологии, самым сложным месторождением в Западной Сибири. И, конечно, без применения вот этих технологий, новых подходов, новых технологических решений, что называется, взять эту нефть и сделать это экономически эффективным, конечно, было бы невозможно. При этом, если говорить о строительстве каждой скважины, то исходя из того, что мы имеем дело с очень сложным месторождением, низкие продуктивные толщины и одновременная структура пластов, по сути, это была и уйдемная работа, при том, что интересно, управление строительством данной скважины шлялось не отсюда, а шлялось за тысячи километров от Нового Гурингоя и из Санкт-Петербурга. Валерий Владимирович, для нашей компании данный проект, Месоевский проект, стал уже третьим проектом успешно реализованной в Бартике, вслед за Новопортовским месторождением и Превозобным месторождением, причем все проекты реализованы в кратчайшие сроки, с применением высочайших технологий, и, конечно, реализация этого проекта позволила нам получить тот опыт, компетенции, которые нам нужны для дальнейшего продвижения в Амптику. Ну и, конечно, хочется отметить, что этот проект является примером эффективного сотрудничества и взаимодействия двух ведущих бетяных компаний России, Роснефть и Газпромнефть. Сейчас с нами на связи генеральный директор нашего совместного предприятия Месоевского нефтегаза Айдар Сарваров. Айдар Анатольевич, пожалуйста. Генеральный директор Месоевского нефтегаза Айдар Сарваров. За моей спиной расположен резервуарный парк, в котором находится нефть, подготовленная для отправки по наборному нефтепроводу магистральную систему Заполяя. Уже на сегодняшний день мы можем отгружать, добывать и отгружать ежедневно более 5000 тонн в сутки нефти. Восточно-месоевское месторождение готово к промышленной эксплуатации. Прошу дать команду на начало отгрузки нефти в систему магистральных нефтепроводов. Начинаете. Докладывает оператор Центрального пункта сбора нефти Антон Булковский. Мы видим, как насос начал откачивать нефть ЦПС. Объем откачки 300 кубометров в час. По наборному нефтепроводу сырье поступит на прием издаточный пункт, где товарная нефть пойдет окончательную подготовку перед сдачей магистраль Заполярье-Бурбе. Уважаемый Владимир Владимирович, отгрузка самой северной нефти России в систему магистральных нефтепроводов началась. Уважаемые коллеги, всех вас хочу поздравить с этим важным событием в жизни российской энергетики, строителей, специалистов, инженеров, руководителей предприятий. И искренне желаю вам успехов. Спасибо. Пойдем. 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 Пойдем.